Мы сегодня с Димой в шоумане и вспоминаем наших, ну и чужих, учителей. А вот ты, наверное, Дима, вряд ли догадывался, что в какой-то период времени моими друзьями, даже не друзьями, а наставниками скорее, были бармены. О-о-о! Сегодня какой-то прямо день откровений от Василисы Фроловой. И чему они тебя научили? Нет, ну вообще не только меня. Очень много людей было на Киевском первом фестивале уличных баров. Там было прекрасно, там побывали наши журналисты. А вот ты умеешь какой-нибудь коктейль делать своими руками? Умею. Или ты только пьешь? Смотри, берем осё, 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 потрусили, потрусили, осё, налилили. Бармены, поверь, самые трезвые люди. Ай. Да. Друзья мои, наливайте. Ой, то есть смотрим репортаж с нашего фестиваля барменов. Уличных баров. А, да? Кто из украинских селебритис считает себя самым стойким и употребляет алкоголь больше всех? И каким коктейлем главред плейбоя Влад Иваненко валит девушек на повал? Всё это я узнал на первом фестивале уличных баров, который прошёл на этих выходных. Попробовать себя в качестве барменов вызвались Женя Галич, Влад Иваненко, Алоис, Андрей Шабанов, Коля Серега и многие другие украинские звёзды. Они готовили авторские коктейли и продавали их всего по 50 гривен. Ещё был отличный коктейль, и мы его назвали хозяйкой своей жизни или просто пояс верности. Это просто вода и лёд. Ну так, чтобы женщина могла как бы поделать в клубе, контролировать своё либидо. Самый крутой коктейль – это коктейль Иваненко. Это, значит, виски, пиво, водка и шампанское. Дело в том, что это самый простой, но и самый сложный коктейль, потому что это всё. Всё, что пожелает человек с другой стороны барной стойки. Он говорит, мне коктейль Иваненко. Я смотрю на него, если это красивая девочка, я наливаю дорогие напитки. Если это какой-то мудак, я наливаю самое дешёвое фуфло, но и сливаю то, что у нас здесь есть, здесь не видно. А какой мне тогда сделаешь? Тебе хорошее, ты же интервью взял. Берём 50 грамм джина. Мы же не дебилы 50 грамм джина пить. Так нельзя делать, но... Попробуем. Попробуй. Я сделал два раза больше, чем надо, поэтому... Крепенький. Теперь я понимаю, как модели раздеваются для съёмок в плейбое. Влад, видимо, их просто угощает таким коктейльчиком. Выручку от фестивалей «Чаевые» организаторы уже по традиции отдадут на благотворительность. Часть денег мы собираем детям, пострадавшим в ходе АТО. Пейте алкоголь ради детей? Взрослые пьют, а дети от этого только выигрывают. Алкогольные предпочтения и дозы спиртных напитков у звёзд самые разнообразные. Например, телеведущая и актриса Настя Косилова предпочитает более женские напитки. Ну, я пью обычно вино. Я не сильно люблю алкоголь, так что прям какой-то был любимый напиток. Вот, глинтвейн. Ну, а сколько вина можешь выпить за раз? О, это зависит от компании, от ситуации, от времени года и так далее. Коля Серега вообще пробует разные галлюциногенные отвары. Был какой-то напиток на вануат, он назывался «Кава». Это отвар из местного корня, который делается в весьма антисанитарных условиях. И его опьянение вот этого напитка скорее даже походит не на алкогольное, а на наркотическое. А Андрей Шабанов практически завязал. Как он сам признался, все из-за возраста. Не студент ведь как-никак. Я алкогольный вегетарианец. Я не знаю, что это значит, но это типа я в последние годы очень-очень редко употребляю алкоголь. На самом деле не люблю коктейли. То есть там любой алкоголь, который я употребляю, это исключительно крепкий алкоголь. И крепкий алкоголь в чистом виде. То есть налил себе 100 грамм виски, выпил их, хороший вечер и пошел спать. Все. А то все вот эти вот истории о том, что там типа у-у-у, поехали на дискотеку еще. Нет. Нет, значит виски, чай, торт, и спать. Ну что, пришло время рассказать вам самое интересное. Кто пьет больше всех и к каким последствиям приводила их эта пагубная привычка. У нас был самый любимый коктейль, это бутылка шампанского, бутылка водки, литр виноградного сока. Ну то есть это все смешивалось такое типа пунш. набрасывался лед ну и мы это все пили стаканчиками но коктейль смертельный по честному мы с владом иваненко пьем больше всех самое яркое по ощущениям я могу сказать вечеринка хефтера потому что мы встретились и там было порядка 200 моделей ну пусть она вот и будет да это было где-то год назад в лос-анджелесе там много пили много пили и плюс джетлаг и буквально 20 минут и я был хефтером уже по состоянию здоровья на 86 лет но несмотря на такой образ жизни все они умудряются заниматься спортом даже не понимаю как им это удается я хоть и не минздрав но лишний раз напомню чрезмерное употребление алкоголя опасно для вашего здоровья я не против того чтобы употреблять алкоголь все хорошо в меру вы только пожалуйста не за не за это ну следите за всеми возрастными ограничениями во-первых там сколько у нас 18 21 21 то есть если вам не 21 года не пейте братан у нас смена заканчивается надо возвращаться надо у нас чаевые там все это же не галич у нас у нас горят чаевые вторая хорошая новость значит я слежу за каждым из вас и если вдруг узнаю я же как бы через ваших родителей вас найду а